Всем привет! Очень рад видеть вас всех. На самом деле мне постоянно приходится выступать перед большими аудиториями, но мне доверяют там только три минуты. Я людей представляю и ухожу за сцену. А сегодня у меня есть возможность поделиться с вами своими мыслями. Ну, поскольку я первый раз выступаю в формате рассказа своих личных мыслей, я, конечно, не смог прийти без угощения. Кому апельсин? Так, ну смотрите, то есть, поняли, да? Все нормально? Вот тот человек, который поднял руку и не поймал апельсин, возможно, он действительно хотел кушать, и, возможно, он действительно хотел апельсин. И он поэтому поднял руку, чтобы его получить. Но есть такая вероятность, что он поднял руку просто так. Ну вот кто-то сказал, поднимите руку. И он ее поднял. Вот именно точно так же произошло в моей жизни однажды. Пару лет назад я начал заниматься бегом. Ну, это будет громко сказано. Я бегал там один-два километра вокруг дома. И мой знакомый один сказал мне, что в Казани открылась школа бега, которая профессионально готовит людей. Ну, как профессионально, она помогает правильно бегать и какие-то ставить перед собой цели. То есть можно пробежать 10 километров, 21 – это полумарафон. Можно пробежать 42 километра. И я подумал, что было бы неплохо свое новое увлечение перевести на такой более высокий уровень, научиться бегать правильно и еще пробежать какое-то расстояние. Больше, чем вокруг молочного магазина возле своего дома. И, значит, я записался в эту школу. Когда начал тренировки, понял, что, наверное, 10 километров – это будет слишком легко для меня. Я подумал, что будет неплохо поставить с собой такую промежуточную цель в 21 километр. Ну, собственно, спустя три месяца на моей груди уже висела медаль полумарафонца. Потому что 21 километр – это полумарафон. Спустя где-то, наверное, год позади, за спиной, было уже три полумарафона. И один из них был уже в рамках подготовки к Ironman. Ну, для тех, кто не знает, что такое Ironman, я скажу. Это соревнование по триатлону, которое включает в себя сначала плавание 3 километра в открытой воде, потом 180 километров на велосипеде и 42 километра бегом. Я уже устал, когда это говорил. Я не знаю, как они это делают. Здесь, кстати, в зале сидит человек, мой хороший товарищ Сергей Шубин, который недавно стал Ironman. Я безумно им восхищаюсь. Ну вот, вернёмся ко мне. К слову, сейчас уже неизвестно, стал бы я Ironman или нет, потому что со мной произошёл, ну, наверное, ключевой случай в моей жизни. Один из ключевых. Как это было? Помимо бега я занимался ЕМС. ЕМС — это такая тренировка. На тебя надевают жилеты, шорты, к тебе подключают электричество. И тренер, он же оператор, там с компьютером стоит и, соответственно, там выбирает режим подготовки. Мышцы под напором импульсов тренируются, развиваются, и ты становишься сильнее и крепче. Мне повезло очень с тренером, это очень образованный молодой человек. И на одной из тренировок у нас с ним состоялся такой диалог. Он мне говорит, «Максим, ну, мне нужно подготовить тренировочный процесс для тебя. Тебе скажи мне, какие у тебя цели, что ты планируешь дальше делать, всё, что ты хочешь». И я ему говорю, я собираюсь пробежать марафон, ну и, соответственно, стать айронменом. После этого он задал мне вопрос, который я совершенно не ожидал. Он спросил меня, «А зачем тебе это нужно?» И вы знаете, это был как раз тот момент, когда я понял, что у меня аргументации своих действий нет. У меня есть слова, которые я слышал от других людей. Ведь мы же с вами понимаем то, что жизнь так устроена, что когда ты находишься в кругу людей, объединённых общими интересами, ты волей-неволей становишься единомышленником. И поэтому я ответил теми словами, которые я слышал от других людей. Я начал говорить ему про то, что это возможность поставить перед собой какие-то более высокие цели, проверить свою волю, выйти за рамки комфорта, ну и прочее. Всё окей, но он меня спросил дальше снова, «А тебе это зачем?» И вот когда он мне задал это, я просто сокрушился, если честно, потому что я не знал вообще, что ему отвечать дальше. Он продолжил и сказал, «Максим, ты отдаёшь себе отчёт в том, что поставив себе такие цели, это может потребовать какие-то ресурсы взамен. Ну, например, здоровье». Я думаю, что моё личное мнение, что всё-таки спорт высших достижений – это не история про здоровье, это история, скорее, которая позволяет своё здоровье в какой-то мере потратить. Это финансы, конечно, занятия, в частности, триатлоном – это очень дорогостоящие увлечения. Ну и самое главное – время, потому что он сказал мне, что ты отдашь много своего времени, времени своей семьи, который ты уделяешь своей семье, времени, который ты уделяешь своему бизнесу, ради того, чтобы выполнить эту цель. И ответить себе на вопрос, точно ли это является твоей целью. И вот здесь я поймал «но». После этого он задал мне ещё один вопрос. Он сказал, «Максим, скажи, а что ты реально хочешь от спорта?» И вот здесь я начал искренне рассказывать, что я реально хочу от спорта. Я сказал, что я хочу хорошую внешность, подтянутую фигуру, я хочу тонус на работе, чтобы хороший у меня был, чтобы было много энергии, я получал удовольствие. Ну, в общем-то, я хочу, чтобы спорт был помощником в моей жизни, но не целью моей жизни. На что он мне сказал простые вещи. «Слушай, чувак, а может, просто сделаем это?» И я ушёл. На следующий день у меня была беговая тренировка в рамках подготовки к марафону. Задача была пробежать 10 километров. Это было вечером. Я очень хорошо помню этот день. И вот на четвёртом километре бега я остановился и перешёл на шаг. Действительно, было всё именно так. Я просто перешёл на шаг, и я шёл и думал, почему я это делаю, почему я этих тренировок уже пробежал кучу, почему я сейчас не могу бежать. У меня не устали ноги, я себя отлично чувствую, но я не могу бежать, потому что у меня упала полностью мотивация после того разговора. Я понял, что я бегу, по идее, чужую дистанцию, не свою. И в этот момент спорт высших достижений навсегда ушёл из моей жизни. Но вы знаете, на самом деле эта ситуация, она повлияла не только на мои взаимоотношения со спортом, она повлияла на то, как я начал относиться вообще в общем к вещам. Я начал думать о том, есть ли что-то ещё в нашей жизни такое, что мы делаем неосознанно. Просто берём и делаем, потому что это делают все. Попросту это называется хайп. И понял, что да, часто в нашей жизни бывает именно так. Я приведу ещё один пример. Сейчас в нашей стране есть тренд, я даже назову это хайпом, это предпринимательство. Сейчас везде говорят, что молодые люди должны становиться предпринимателями, они должны открывать своё дело, при том с самого раннего возраста, после института, сразу пытаться это сделать. Вообще давайте так, как я отношусь к предпринимательству в этом аспекте. Я вообще считаю, что малый бизнес – это то, что является драйвером экономики нашей страны, 100%. То есть если у нас будет больше предпринимателей, значит у нас будет увеличиваться конкуренция, значит у нас будет увеличиваться ассортимент, у нас будет увеличиваться выбор, который мы можем себе позволить, товаров и услуг. У нас увеличивается за счёт этого качество потребляемых товаров и услуг, появляются новые рабочие места. Что значит наше благосостояние? Оно начинает расти. Я это понимаю. Но одновременно с этим я понимаю то, что невозможно всем быть предпринимателем. Вы представьте себе такую картину. Это утопия. Я даже не буду рассказывать это. Это очень смешно было бы, если бы все были предпринимателями. Потому что ведь есть люди, которым предназначено быть первоклассными врачами, первоклассными инженерами. Есть люди, которым нужно быть юристами, докторами. Есть люди, которым нужно работать таксистами. Представьте себе мир без такси. Кому-то нужно это делать, кому-то нужно убирать улицы. У каждого человека есть своё предназначение, свои ценности, свои цели в жизни. И что происходит, когда человек, которому, например, предназначено стать хирургом, попадает в ситуацию какого-то бизнес-сообщества или влога, или форума, где ему говорят, чувак, ты по-любому должен быть предпринимателем. Что он делает? Он пытается это сделать. И происходят такие случаи, которых мы не видим. Мы часто видим, когда люди стали успешными, но мы никогда не видим историй провала. На сцене о них не выступают. И у меня есть знакомые, у которых там ребенок берет уже третий кредит. На открытие бизнеса. Я не говорю, что у него не получится. Может быть, он очень упорный, и на пятый кредит он сможет, наконец-таки, открыть свой бизнес и погасить свои долги. Возможно. А возможно и нет. Но такие случаи, конечно же, есть. Мы с вами это должны понимать. Вообще, я за предпринимательство. И я сам предприниматель. Вообще, есть люди, которые могут быть предпринимателями. Они реально есть. Они есть, они работают, процветают. Но может быть ситуация, когда человек должен стать предпринимателем, например, через пять лет. Приведу свой пример. Прежде чем открыть свое дело, я работал в компании TransX Service. Четыре года. Сначала я был продавцом, затем я стал начальником автосалона. И уже спустя четыре года я пошел открывать свое дело. Что я получил за то время, пока я проработал в этой компании? Я получил опыт взаимодействия с клиентами. Я получил опыт работы с документами. Пока я работал руководителем, я получил управленческий опыт. И я уже вышел с определенной базой. Я вышел в этот мир и открывал свое дело с определенным пониманием вещей. Что было бы, если бы тогда, когда я должен был устроиться в эту компанию, я бы пошел в какое-то бизнес-сообщество, где мне сказали бы, друг, ты должен быть предпринимателем. Возможно, я согласился бы с этим. И возможно, я стал бы еще более успешным, чем сейчас в десять раз. Но возможно, я провалился бы и потерял бы веру в себя на тот момент. Возможно, я больше никогда бы и не попытался сделать этот шаг. Потому что понял бы, что предпринимательство — это не мое. Хотя на самом деле я просто не тогда начал, когда нужно было. Не тогда, когда жизнь меня к этому подготовила. Не тогда, когда это должно произойти естественным путем. Вообще, я за предпринимательство. Я за спорт. Я вообще за все. Но главное, чтобы это было продолжением наших реальных целей и ценностей. И продолжением наших мечт, как сказала Елена Тихонова. Я думаю, что каждый из вас сейчас должен подумать, всегда ли вы делаете то, что является реально вашей целью. Ведь иногда от апельсина нужно отказаться, потому что он вам не нужен. Спасибо. Спасибо.